Я вас приветствую и, конечно же, поздравляю с днём рождения. Не могу не поздравить с днём рождения. Я не присоединяюсь к поздравлениям своего коллеги из утреннего эфира, который пожелал вам эмоций, девушек и идей. Спасибо. Прокомментируйте этот набор. Чего вам не хватает в жизни? Дефицит чего есть? Идей, эмоций или девушек? Вообще, очень хорошее... Всего не хватает немножечко. И идей не хватает, и эмоций не хватает. Хотя конец года, 2012-го, был богат на эмоции. Ну, девушек хватает, потому что девушек, к счастью, с каждым годом становится всё больше и больше. Подрастают новые поколения. А идеи и эмоции мало. Но на самом деле все эти вещи связаны между собой. Идеи, эмоции девушки. Каким образом? Ну, долго рассказывать, но вообще по идее. Нет, как эмоции, я более-менее представить себе могу. Идеи как связаны с... Вы знаете, идеи очень часто зависят от эмоций. Потому что, мне кажется, что человек, сильно, глубоко и интенсивно чувствующий, мне кажется, может быть, не приобретает или там не генерирует прекрасные идеи, но эти идеи воплощает и реализует, я убежден, лучше. Если его эмоциональное состояние находится, так сказать, в возбужденной фазе, если оно интенсивно. Скажите, вот ваш папа... Я понимаю, что вас не братизируют, когда всё время сравнивают с Кончаловским, с Андреем, вашим отцом. Но такова планета. Ваш папа испортил отношения со многими девушками, скажем так, своими, описав подробно в книгах свои взаимоотношения. Как вы относитесь к такого рода мемуаристике? Вы знаете, мне предлагали не так давно одну из датчиков написать книжку. Я лично считаю, что мне писать нечего. Ну, в принципе, вот пока ещё мне особо писать нечего. То есть я не считаю, что моя жизнь достаточно ярка была к 47 годам, чтобы она заслуживала того, чтобы... Вы кокетничаете сейчас. Не-не-не, я серьёзно говорю. Всё, что я мог написать, уже сказано в многочисленных интервью и так далее. Жизнь должна, мне кажется, заслуживать того, чтобы быть описанной в книжке. Особенно быть описанной самим тобой, условно говоря. Но мне очень трудно, объективно, конечно же, относиться к этим книжкам. Я имею в виду книжкам отца. Потому что в примерно 50% эпизодах в этих книгах я, в общем, был уже взрослым парнем и стоял, так сказать, или рядом, или за спиной. Ну, в общем, был участником или наблюдателем вот этих всех событий жизни моего отца. Там, особенно Америка, естественно. Вот. Поэтому у меня нету объективного отношения. Я, скорее, смотрю на эту книжку через призму себя, а не через призму того, что он написал про девушек, с которыми встречался 50 лет назад. Вот. То есть, те прекрасные женщины, которые описаны в этих книжках, ну, конечно, остались в далёком прошлом. Поэтому, в общем-то, моего отношения к этому недостаточно для того, чтобы даже его описать, если честно. А вообще чтение очень поучительное, на мой взгляд. И в той части, которая, мне кажется, женщин не касается, она весьма информативная. И мне их читать приятно, эти книжки. Вот. А судить отца, ну, согласитесь, тяжело. А мама ваша как-то комментировала? Да, мама не очень довольна была. Ну, я думаю, да. Ну, да, ну, что делать. Вы знаете, я совершенно солидарен с вашим тезисом о том, что Россия – это страна восточная. Да. И совершенно разделяю без всякого стёба и без всякой иронии тезис о том, что многожёнство на самом деле было бы выходом из очень многих ситуаций. И, в частности, в биографии вашего родителя. Вы, когда делали вот эти заявления, это было то, что называется «шутка юмора» или вы это то, что называется в Америке «I mean it». Вы действительно имели в виду вот это? Нет, это была шутка юмора с, так сказать, с определённой серьёзной оглядкой на то, что там «я вижу перед собой». Вот. И, конечно, в восточных культурах… Нет, если… Я не хотел сказать то, что, например, в среднеазиатских странах, которые раньше были частью Советского Союза, таких как Казахстан или Узбекистан, там, приняли многожёнство или там двоежёнство и так далее. Нет. И, естественно, первые жёны, они все чудовищно против этого. Но идея эта среди мужчин, она летает. И, естественно, эта идея, она… Она сама вся идея такая, которая должна летать среди мужчин. Я, как мужчина, очень сочувственно отношусь к этой идее, но понимаю, что вряд ли я буду понят сильным полом. Потому что я считаю, что сильный пол сегодня – это женщины уже, и ещё чуть-чуть, так они становятся совсем сильным полом. Вот. И вообще… Просто я не знаю, сколько у нас времени, но вообще мне кажется, что феминизм и женская эмансипация – это был самый первый и самый опасный и необратимый шаг, в общем-то, к очень сложной ситуации, в которой сегодня оказалась белая раса. Ой, как я вас понимаю. Ой, как я солидарю с вами. Вот о чём речь. Вот в этом я убеждён. Классные слова. Что вот все эти игры, сексизм и прочие, как бы все вот эти разговоры вокруг этого – это всё несвойственно и неестественно для человека. Многие женщины, особенно там управленцы высшего звена, вряд ли меня поймут. Вот. Но с этого начался закат западной цивилизации, который мы видим. Он везде, он присутствует, этот закат. Ну, вы говорите о либеральной идее в большей степени, о закате либеральной идеи, нежели о закате западной цивилизации как таковой. Нет. Или и либеральной идеи, и вообще, так сказать, того, что мы поднимали долгое время под настоящей демократией. Настоящей демократией. На самом деле вы идеологически с родителем со своим расходитесь, как мне представляется. Вы как-то сказали, что вы в Казахстане ощущаете себя казахом, а в России ощущаете себя русским. Обычно ровно наоборот. Обычно люди, ну, в вашей ситуации, ну, я имею в виду с таким этническим замесом, они в России ощущают себя азиатом, а в Азии русским. Да. Вам так не кажется? Нет. У меня вот как раз именно так, как есть. То есть я... Несколько даже иначе. Я вырос в Москве. Я москвич. И там служил в армии под Москвой. Ну, потом я уехал там, воспитывался в какой-то англосаксонской среде, такой протестантской. Англиканской даже, не протестантской. Но когда я оказался в Казахстане не просто так там на каком-нибудь фестивале есть биржбармак и пить водку, а когда я оказался там связанными обязательствами и на достаточно продолжительное время, то какие-то, так сказать, достаточно малоформулируемые мною аспекты начали во мне пробуждаться. И какие-то вещи мне показались гораздо более близкими, чем следовало бы, скажем так, понимаете, там, будучи воспитанным, там, проведя много лет на Западе и так далее. Вот. Поэтому... Ну, поэтому вот так. То есть вы себя позиционируете как человека восточного менталитета, то есть восточного образа. Да. С точки зрения... Ну, как бы, скорее я человек восточного менталитета, чем западного, тем более, что, в общем-то, очень серьезное разочарование в западной идее во мне присутствует. Когда не появились эти разочарования? Вы знаете, эти разочарования появились тогда, когда я переехал из Англии в Россию и встретился с экспатами здесь. Вот. Потому что мне казалось, что прожив там 6-7 лет в академической среде, мне казалось, что я знаю англичан. А на самом деле знал я академиков, там, ну, философов, историков, искусствоведов, этих людей. И студентов, соответственно. Вот. Для меня было ужасным откровением, что на самом деле англичане взятки берут с большим удовольствием. Причем коррумпируются они гораздо быстрее, чем русские, оказавшись в России. Вот. И так далее. В общем, разочарование началось, приехав в Россию, встретив много представителей рекламного бизнеса с Туманного Альбиона, я понял, что, в общем-то, среди них негодяев столько же много, сколько и среди нашего брата, там, условно говоря. Вот. Но, конечно, так, серьезно говоря, я считаю, что вообще, конечно, капиталистический мир нас обманул. Нас, советских людей. Ну, да, да, конечно. Нас, советских людей. То есть, они нам продавали всю дорогу идеи, которая на самом деле оказалась червивой в конечном итоге. Вот. И, собственно говоря, вот эту червивость этой идеи мы еще до конца не почувствовали. Ну, все-таки здесь не что значит капиталистический мир. Нас обманул наша собственная элита, частью которой вы, собственно, тоже являетесь. Послушайте, ну, элита, да, обманула ради бога. Элита, ну, обманула. При этом, например, там говорят, что несправедливо разделили нефть. Ладно, но забывают про то, что все квартиры отдали всему населению, в принципе, в собственность. Ну, вот. Ну, так, если честно говорить. А разделить честно природные ресурсы, это трудно, на самом деле, я думаю. Особенно при желании быстро десоциализировать, десоциализировать, десоциализировать страну. Да, и было это желание. Декапитализировать ее, да. Безусловно, да. Но, тем не менее, если как бы нашу элиту немножечко забыть, то та идея, к которой стремились мы все, начиная там с шестидесятников, да, как, еще неосознанно, и заканчивая, безусловно, там, перестройкой, на мой взгляд, эта идея не стоила выеденного яйца в конечном итоге. И я вот себя чувствую обманутым человеком. Ну, как советский человек, как мсомолец, как сержант советской армии. Я считаю, что меня обманул капиталистический мир. И что зря мы разрушили там социализм такой, можно было потихонечку, дозированно делать социализм из инъекции капитализма, как это делалось в Китае. Вот. Поэтому у меня китай. Понятно, очень удобно. Я перед нашей встречей в Фейсбуке попросил подсказать мне какие-нибудь вопросы. И вот Даша Завгородний из «Комсомольской правды» сказал, что я непременно должен спросить о вашей заяве по поводу Депардия. Вы сказали, что Депардия уже отработанный материал, что он там за 100 тысяч евро выезжает и в Бишкек, и в Кострому. В презентации того, что Бишкек и Кострома – это где-то запредельно далеко, хотя самые красивые девушки живут в Костроме. Нет, но эта дама немножечко переврала мои слова. Я не сказал, что он отработанный материал. Я хочу сказать, что Депардия замечательный артист. И я очень люблю то кино, на которое мы в детстве ходили, где он с Пьером Ришаром и так далее. Но я абсолютно убежден в том, что беспредельная стоимость корпоративов, будь эти корпоративы в Костроме или в Бишкеке, но в Бишкеке нет, потому что в Бишкеке-то он как раз не бывал. Он бывает в странах, богатых углеродами, как правило. Конечно, его чудовищно развратили, на мой личный взгляд. То есть вы Бишкек не упоминали в этой стране? Я не помню, упоминал ли я Бишкек. Вот я просто... Да, я просто... Ух ты, да. Это я стал неудачным. Дело не в этом. Дело не в Бишкеке. Почитайте. А вот то, что Депардия уже не актером аркетинговый инструмент, 100 тысяч евро и он ваш, это так. Вот под этим я подписываюсь. То есть первое, что ты видишь, приезжая в страны бывшего Советского Союза, это большую фотографию Депардия с какой-нибудь сковородкой или банк, или еще что-нибудь и так далее. Нет, это все прекрасно, это все замечательно. Кстати, вот посмотрите сегодня на афиши, кинотеатральные афиши, которые сейчас висят. Вся эта старая гвардия. Пьер Ришар есть, Алан Делон есть, в наших кинцах появляется. И Депардия тоже. Просто, на мой личный взгляд, после такой беспардонной засвеченности в рекламе, естественно, ценность Депардия, даже как ностальгического персонажа из какого-то моей юности, она, конечно, затирается очень сильно. Вот это очень странно мне слышать от режиссера Кончаловского, которого я помню на рекламных билбордах. Я про вас говорю. Нет, ваш папа тоже рекламировал пищевые добавки. Я совершенно согласен. И вы рекламировали... И вы рекламировали... Снимать главные роли, правда? Вот. И это, во-первых. Во-вторых, мне плевать, захочет кто-нибудь меня снимать или нет. Депардия тоже плевать, захочу я ее снимать или нет. Дело не в этом. Дело в том, что я же все-таки режиссер. Это актерская история. Есть режиссеры, которые вообще, если актер появляется в рекламном ролике, все, до свидания. Больше никогда я не буду тебя снимать. Это, конечно, тумач немножко, но поверьте мне, то, что касается Жерара Депардия, вот что не билборд в Азии, то Жерар. Ну и почему вот... Сказав приподпись. Кстати, надо будет поискать в интернете. Нет, в этом нет ничего плохого. В Казахстане его очень любят. Здесь вопрос не в том, что... Хорошо, а где его не любят, кроме как в пределах Бульварного кольца? Мне казалось, что Депардия такой любимец всего мира. Да он и мой любимец, я его тоже очень люблю. Вы сказали, что вы его не стали бы снимать как режиссер. Ну, это не мешает мне его любить. Любить как пневмотераписта. Любить как часть моей юности, любить как прекрасного актера, когда меня еще интересовали французские фильмы, там, условно, ну, там и так далее. Как часть моего прошлого и вашего. Мы же ходили на это кино. Но сегодня, на мой личный взгляд, он испортил себе именно в Восточной Европе, даже не в Восточной Европе, а в Высшем Советском Союзе, в СНГ. На мой взгляд, он себе малину потоптал очень сильно. С точки зрения кино. Но ему не нужно это кино. Ему лучше приехать на один вечер, сняться на билборд и уехать, чем оставаться за те же деньги на неделю, понимаете? То есть вы не считаете его творческим человеком? Вы считаете его человеком денег? То есть человек, который работает и живет ради мамоны, ради заработков? Ну, я не знаю. Нет, я не считаю. Но вообще, он сам об этом, по-моему, очень недвусмысленно, так сказать, заявляет, переезжая в Бельгию из Франции, не желая там расставаться с деньгами, собственно говоря. Правда ли? Ну, а вы считаете, что он не прав, по большому счету, когда государство отнимает три четверти несворованных, а честно заработанных денег? Подождите, давайте не путать две вещи. Я считаю, что он прав, но это не делает его, человеком, любящим деньги, меньше, чем он их любит. Правда ли? Ладно, кто такой очень депардер, чтобы мы про него так много говорили в день рождения Кончаловского? Вот я, когда в Фейсбуке объявил, что буду с вами беседовать, я фотографию там для привлечения мои разместил, и выяснилось, что это фотография Ивана Голова. Он передает вам привет. Вы помните фотограф Иван Голов такой? Нет, не помните? Нет, не помню. Ему будет жутко обидно, потому что он передал привет. Я знаю, если честно, у меня вообще плохая память на имена. Это очень неприличное советское качество. А вы вообще любите сниматься? Нет. Я имею в виду не в кино, а вот на фотографии. Вы знаете, нет, я не очень люблю. Я люблю не сниматься, я люблю, когда меня снимают. А, вот так вот. То есть вы имеете в виду репортерскую съемку, что вы вроде как не позируете, а вроде вас как-то не сняли. А постановочные фото, мне кажется, что я зажимаюсь немножечко. Вы зажимаетесь? Да. Вы очень, мне кажется, такой расколный человек. В любом случае умеете изобразить. Но постановочные фотографии я не очень люблю. Я вот про какую фотографию говорю. Вот такая семейная фотография. Да, чудесная. Она знакома вам, да? Да, отличная фотография. Это вот он делал. Да, это он делал. Он передает вам привет еще раз. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вот почему-то в Википедии статья о вас как-то особо отмечена, как-то о значимом факте, что ваша супруга снималась в плейбое. Как вы сами можете это прокомментировать? Это какое-то имело значение в вашей биографии? Вы знаете, нет, я, если честно, не был сторонником того, чтобы она снималась в плейбое. Абсолютно не был сторонником. Она с вами советовалась, например. Да, советовалась. Да, советовалась. Я не был сторонником того, чтобы она снималась в плейбое, и не хочу сказать, что мне это было приятно. Но это мне не было неприятно настолько, чтобы поднимать это как какой-то важный вопрос. Поэтому снялась и снялась. Но мало того, это еще было в то время делалось, когда это было чем-то новым, и это было чем-то интересным и так далее. Это был начало нулевых, по-моему, я перевел. Нет, это были 90-е годы. Поэтому да, она снималась, да, эта фотосессия есть. Зали или против я этой фотосессии, я в общем против, но недостаточно активно для того, чтобы делать из этого какой-то особый случай. Раз уж мы говорим о девушках, кем будет ваша дочь? Ой, я не знаю. Честно вам скажу, у меня нет планов по этому поводу. Мне кажется, что пытаться тренировать ребенка в 11 лет под конкретную какую-то потом профессию опасно. Нет, но у нее мама известная актриса. Папа режиссер с мировым, скажем так, именем. Ну, фамилию Кочеловский, во всяком случае, знает. Понимаете, я не могу сказать, мы идем вообще по другому пути. Мы пытаемся как можно больше дать ребенку в плане различных, Маше в плане различных занятий. То есть она занимается музыкой, живописью и так далее. Все у нее получается так себе, ну, кроме рисования, рисование, в рисовании она сильнее всего. Но я знаю людей, которые прекрасно рисовали в юности и в молодости, и художники из них получились очень скромные и средние. Поэтому говорить об этом раньше, рано об этом говорить, кем она станет. И я надеюсь, что я никогда не изменюсь настолько, чтобы там навязывать дочери что-то, хотя вообще никто не знает, каким человек становится через 5 или 7 лет. Вот, но мы пытаемся действительно расширить ее кругозор, понимаете, изо всех сил. Вот я, между прочим, там, в ранние 20-е годы, свои, когда-то у меня было 20-е годы, я тоже не знал, кем я буду. А мне было не 11, мне было 22. Я уже был, к тому времени, там, закончил советскую армию и вздул здоровый лоб. Я не знал точно, кем я буду. Вот, поэтому меня это не... и в школе плохо училось. Поэтому, в общем-то, я не очень-то, на самом деле, как-то переживаю по этому поводу пока. И еще не собираюсь переживать лет 8. А вот, когда вы определились, с кем вы будете, вот такой вопрос, который мне не посоветовали задать, но который я вот задать не могу. Вы ведь по паспорту Михалков, а не Кончаловский. Да, совершенно. Ведь уже есть режиссер Кончаловский. И вот у вас не было мысли взять псевдоним или стать, не знаю, через дефис писаться Михалков Кончаловский, чтобы, говоря о режиссер Кончаловский, все понимали, кого имеют в виду. Вообще мои фильмы подписаны Михалков Кончаловский. Вот. Это во-первых. Во-вторых, мне очень часто задавали раньше вопрос, мешает ли помогает мне фамилия в кино. Да. Фамилия и мешает, и помогает, безусловно, и может быть даже больше мешает. Но когда я себе задаю вопрос, хотел бы я носить другую фамилию, я имею в виду не Михалков и не Кончаловский, а, я не знаю, какую-то иную, другую, я бы не хотел. То есть я готов мириться с теми неудобствами, которые мне, о боже мой, досталось вместо с фамилией Михалков или псевдонимом Кончаловский. А Кончаловским меня стали звать за отцом. Отец сознательно, потихоньку, сдрифтовал то, что называется, с Михалкова на Кончаловский, чтобы можно было с меньшей проблемой свалить из Советского Союза. Вот так вот, по этому региону. Да, наш дед Сергей Владимирович Михалков был депутатом Верховного Совета СССР, автором гимна и так далее. И иметь сына эмигранта, уехавшего на Запад, наверное, для автора гимна было не очень хорошо. Поэтому на Западе отец стал подписываться просто Кончаловский. Меня стали звать за ним. Мне было, в общем, все равно, как меня называют. Меня стали звать Кончаловским, слава богу, нет проблем. Поэтому идеи взять псевдоним у меня никогда не было. Я не хотел, это и так псевдоним, Кончаловский. Понятно. Вот. Да, мне не очень помогло. Я никогда не получу Золотого Орла, потому что мой дядя Никита Михалков. Я никогда не получу Нику, потому что мой дядя Никита Михалков. Но ничего, я переживу и без того, и без другого. Хорошо. Вы родились в один год со Степаном Михалковым, вашим двоюродным, да, братом? Да. Я так понимаю. Вы общаетесь? Да, мы очень общаемся. Мы вообще выросли вместе со Степаном. И забавно было то, что когда нам было лет 14, мы могли вот так передавать трубку от одного другого. И его мама или моя мама, это, соответственно, Настя Вертинская или моя мама, не понимали, что сейчас говорит Егор, а сейчас говорит Степан. Они не понимали. Ну, были абсолютно одинаковые голоса. Вот. Хотя он беленький, а я черненький. Я не знаю, может быть, Сергей Михалков утром рано два барана, один черный, другой белый, один белый. Это может быть про нас. Вот. Но мы очень дружны были и из всех моих братьев, и из всех моих братьев, которых у меня, я не знаю, сколько, если честно, до конца. Не отвечу вам, сколько у меня братьев и сестер, я не знаю точно. Вот. Но со Степаном мы вместе выросли, потому что мы ровесники. Мы вместе хулиганили, мы вместе попадали в милицию, мы вместе... Мы вместе много... А вы расскажите, вот как вы попали в милицию вместе с Степаном Михалковым? В милицию мы кинули пакет с молоком с седьмого этажа из Степиной квартиры и попали на по голове гаишник. Сколько лет нам было? Нам было, хотел сказать, 37 лет. Ну, там будет, соответственно, лет 14, когда вчера. Лет 14 там было. Вот. И Степан, конечно, со Степаном очень много... У меня очень много связано и до сих пор связано. Я очень его люблю. И я бли... Он мне ближе всех. Единственное, может быть, из моих сестер и братьев мне ближе Катя, моя сводная сестра от мамы, потому что... Ну, это сестра, это мамина сестра. Вот. Ну, вот двоюрный брат Степан мы всегда двоюрный откидывали. Мы всегда были братьями. Спасибо, спасибо и спасибо. Спасибо.